В прошлом году председательство в этой авторитетной международной организации от Китая перешло к Иргызстану. С этого времени прошло большое количество различных мероприятий, таких как заседание министров юстиции, счетных палат, очередной совет регионального антитеррористического сотрудничества, заседание руководителей пограничных служб и другие. Впереди ожидается заседание секретарей Совета безопасности, Совет министров иностранных дел и обороны ШОС, сообщил Даниэр Судыков. Для подготовки к данному саммиту были организованы соответствующие планы мероприятий, над исполнением которого занимаются все министерства и оргкомитет в том числе. В июле месяце у нас был утвержден первый план о председательстве Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества, соответствующие планы и мероприятия и протоколы по подготовке на высоком организационном уровне, о проведении культурно-гуманитарных мероприятий и других мероприятий, были закреплены отдельными планами мероприятий, а также каждое министерство и ведомство, которое задействовано, оно у себя тоже проводит отдельные свои отраслевые мероприятия и тоже утверждается соответствующим планом. На сегодня основными приоритетами председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества является внесение своего вклада в повышение международного авторитета и уровня данной организации, а также в развитие сотрудничества по борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и расширение взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах. Авторитет данной организации с каждым годом безмерно растет. Этому является также основанием взаимодействия и близость позиций государств-членов ШОС, а также оказываемая друг другу поддержка. И впереди стоящие у нас вот эти все мероприятия, а также главный саммит для Кыргызстана являются очень важными политическими событиями и мероприятиями. Поэтому, если я скажу, что если 2019 год пройдет под эгидой ШОС, это будет правильно. В рамках предстоящего саммита планируется заседание секретарей Совета Безопасности. Оно пройдет в третьей декаде апреля, сообщил секретарь Совета Безопасности Дамир Сагынбаев. На сегодня половина секретарей подтвердили свое участие. Ну а 13 и 14 февраля в городе Пекин состоится экспертное совещание соответствующих сотрудников секретариатов Советов Безопасности всех восьми государств. На нем будет обсуждаться окончательная дата проведения 14-го заседания Совета Безопасности, в ходе которого будут рассмотрены окончательные проекты материалов, которые подлежат обсуждению. Также он сообщил, что в период проведения всех этих мероприятий будет обеспечиваться правопорядок. Они включают в себя 17 пунктов, которые освещают вопросы трансграничной преступности, вопросы противодействия религиозным экстремизмам и терроризмам, и другие основные направления, которые имеют отношение к шанхайской организации сотрудничества. Секретариатом Совета Безопасности совместно с правительством разрабатывается проект совместного плана по обеспечению безопасности и правопорядка, и поэтому можно уже с уверенностью предполагать, что никаких чрезвычайных происшествий в ходе проведения этих мероприятий у нас в республике не будет. Не просто не ожидается, их не будет. Напомним, в прошлом году на очередном саммите в городе Циндау председательство ШОС перешло от Китая к Кыргызстану, где были приняты около 20 документов, направленных на борьбу с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, а также по продовольственной безопасности и другие.